...отца и сына и святаго духа. Но сегодня мы вспоминаем известное событие, где во главу угла была поставлена ложная честь. Сказал – сделал. Вот где честь истинная, где честь настоящая, мы ее не блюдем во всех сферах жизни. И намек понял, я о какой чести еще говорил. Не блюдем, не надо. А вот честь фальшивая, честь множивая – а как же? А как же? Я сказал, я сделаю. Когда мы хорошее что-то пообещаем, мы нарушаем. То есть, когда мы обещаем что-то хорошее, мы хозяева своего слова. Слово дал, слово взял. Когда помещаем что-то плохое – а как? Я пообещал. И особенно доходит, когда дело касается церкви. Вот приходят люди, там, беда, несчастье, там, детей, что-то, какие-то проблемы сложные. Я как священник вижу – можно помочь? Можно. А оставься, не спать, причастие, по соборочкам. Нет, поискать. Бегом. Я ребенку обещала. Какую-то глупость. Какую-то там сводить куда-то. Но я же обещал ребенку. Когда что-то хорошее ребенку, так нужное, полезное. Как пообещал, так скажем, нет, подожди, перебьешь, успеешь, но другие дела более важные есть. Так, как-то вот чего-то плохое, когда Богу идти, или обещание какое-то глупость. Конечно, обещание глупости, ценить, что такая же честь. Так вот, Ирод точно так же. Да, можно сказать, что он там выпил немножко, или там лишнего, не знаю, как это было. И нам упорщик, что он нам типа с пьяной сказал. Да, с пьяной, не спорю. Но мы читаем Евангелие. И там говорят, опечалился царь. Опечалился, что он не такой был пьяный, не такой был глупый. Так, он соображал, что он делал. Но он думал, там попросит, там что-то каких-то, ну не важно, что-то женщину мог попросить. А тут голову. Так, опечалил, значит, соображал все, понимал все. Но убоялся ради этой ложной чести. А теперь давайте подумаем. А на что он променял свое царское слово? На что? Вот так, на что? На женскую прихоть. И ладно, прихоть, а то женская месть. Иоанн Крисник облечил их сожительницами. Нехорошие. Просто. Так, мало того, что будут еще с сестрой, братом. Так, она. Значит, он понимал. Он, как мы читаем в Евангелии, любил послушать. Яна Крестителя, любил его. И посадил имидцу не за то, что он обвинил, а за то, что опять бабы накапали. Идет на поводу у кого. А все же, что, я сказал, я сделал. Это, а они чувствуют, они с этим манипулируют. Не то, что они такие умные интуиции. Без себя подскажут. И ладно. Опять, на что променял? На женскую злобу. Пророка Божьего. Убил ради женской какой-то злобы. То есть, опять же, а у меня честь. Да какая там ее честь? Так вот, я к чему об этом говорю? У нас то же самое в жизни. Пускай в мелких масштабах, пускай в менее серьезных. У нас тоже, у нас какая-то псевдочесть есть. Когда честь должна быть, которая должна быть, мы ее теряем быстро. Нас разбавляемся, не нужна она кому-то честь. А когда я пообещал, там был, пообещал, что да, я сделаю. А сколько, когда вы посадите, пойти в церковь или пойти туда? Нет. Я обещал. И это вот мне как священник, кстати, приходит часто, постоянно. Точно так же. Ира, пример мужчинам и мужьям. Мало ничего и захочется. Так? Нету, я сказал. Тут же ей голова-то не нужна была. Дочка взяла. Она ей не нужна, перепугалась, отдала матери. Матери тоже не нужна. А он сделал преступление. И оно на нем висит. Потому что он послушал женские глупости, женскую злость. Женскую хоть там есть. Поэтому нам много всякой дури в голову лезть в этой жизни. И мужчинам, и женщинам. Все. Но мы должны, во-первых, различать, что если ко мне пришло в голову, это уже не мое, это дьявол. Ладно, не сообразил, не сообразила. Но он должен понимать, что малочеки хочется. Это можно, это нельзя. Если я уступлю, здесь я не буду уступать. А на чем дело сыграл? Опять на гордыне. Я царь, я сказал, и, по-моему, я царская. Пускай убьют человека, ни за что. А какой царь, который пошел на поводу у своей любовницы? Какой он царь, какой он властитель? Получается, она им командует. Так вот, мы должны из этого делать выводы по жизни. Чтобы нами никто не командовал. А точнее, через нас дьявол нами не командовал. Продолжение следует...